доброе утро ну прежде всего спасибо большое за то что у меня пригласили и для того чтобы побыть здесь в этом замечательном городе и быть здесь с вами вместе я сейчас хотел посмотреть на широкую картину того каким образом университета позиционирует себя и каким образом они продвигаются на рынке почему они это делать и позже моему ну меган по перейдет к деталям и того каким образом работают специфические маркетинговые программы как решать отдельно маркетинговые проблемы и я начну с цитаты ну такая немножко она интересна такая цитата давайте что-то не работает у меня тут на но это очень интересная цитата очень интересные в если вам никто не рассказал какую-то историю вы не будете знать об этой истории если вы хороший университетного об этом никому не говорите то откуда они будут знать откуда как вы будете прогрессировать развиваться и проблема сейчас заключается в том что есть колоссальная конкуренция с другим университетом по всему миру и если вы не говорите людям об этом вы уходите вниз по всем рейтингам вы чеете профессоров лучших преподавателей и вы теряете свои позиции и очень важный момент является то чтобы найти кого-то чтобы был человек который сказал о вас это должны быть такие люди такие как вы должны быть профессора который занимается маркетингом университет продвигает вас и вы здесь работаете в маркетинге университетами спасибо и так спасибо прежде чем я пришел сюда елена знал мне большое количество вопросов в отношении нашего восприятия россии среди профессионал занимающихся высшим образованием по всему миру и я я очень такой ненаучный подход применил большое количество которых людей я спросил которых я знаю что они думают как они воспринимают российское высшее образование и я попросил пять слов или фраз буквально для того чтобы рассказать об этом и всех всех кого я спросил они каким-то образом работают или в высшем образовании или работали некоторые уже ушли на пензи некоторые это мои были друзья которые работают компании тип моей некоторые работают журналист которые работают на меня другие люди были такие как вы которых я спросил они администраторы которые работают на другие университеты по всему миру и вот я Я создал такую карту, на которой изобразил их ответы. Самое большое – это слово «неизвестность». Это большая проблема, потому что если люди не знают о том, чем вы занимаетесь, каким же образом вы можете осведомить их об этом, сказать об этом. То есть вы продвигаете Россию, и прежде чем ваш университет преуспеет, должно быть брондирование. И вы увидите о том, что есть какие-то исследования. Вот самые популярные ответы. Недостаток ресурсов, забюрократизированные. И нет связи, disconnected. Вы не связаны с остальными. И многие говорили до настоящего времени, говорили о том, что, слушайте, я вообще не знаю, даже, что Россия делает в рамках своей национальной системы до того, как группа 1-500 начала работать и заниматься этим. Есть также очень интересные моменты, которые я обратил внимание. Да, есть хорошее образование, красивые кампусы. Все раз более растущее понимание того, что подход становится все более западными, не очень дорого и высокие стандарты. Ну, мне кажется, это... Да, я сказал, что это очень такой ненаучный подход к этому опросу. Но было очень интересно, потому что люди, которых я знаю, они... Это люди самых широких кругов, они, еще раз говорю, я порядка 100 человек опросил, они отозвались. И, как вы видите, спектр их реакции был достаточно широкий на то, как они воспринимают то, что происходит здесь. Но правда-то заключается совсем в другом. Есть, в общем-то, элементы правды в их восприятии всего, но есть элементы совершенно неверные в том, что они говорили. Но если вы не выйдете на рынок и не будете говорить о том, что делает Россия в высшем образовании, почему она это делает, и что делает университет в области высшего образования, почему они это делают, А я боюсь, что это старомодные стереотипы того, что представляет из себя образование в России, будут продолжаться, будут получать дальнейшее развитие. И я езжу в университет по всему миру, и реакция... Примерно на одной этаже у людей, к которым я приезжаю. А научная среда всегда против изменений. Администраторы хотят что-то сделать, что-то изменять, создать новые бренды, представить университет глобальной аудитории. Тем временем академическая среда говорит, так, стоп-стоп, минуточку, мы можем деньги гораздо лучше построить, потратить на, например, наши исследования. Почему вы хотите быть похожим на университет? Университет, ну, какой-то другой университет, который вы рекламируете, не надо делать, у нас уже все хорошо. Ответ заключается в том, что если вы этого не делаете, университет идет вниз. Очень быстро люди вас не узнают, ваши лучшие преподаватели уходят в университет в случае репутации, и студенты разбегаются. Поэтому сейчас я посмотрю, рассмотрю, каким образом университет будет с этими вопросами, и каким образом делают это достаточно убедительно. Причина, по которой университеты инвестируют в такого рода компании по всему миру, это они, ну, это показали различные исследования. А вот это одно из этих исследований, потому что это улучшает то, каким образом преподаватели сами чувствуют по поводу своего университета. Это увеличивает преданность, в общем-то, ваших природовского состава, увеличивает ценность этого университета. Ну, и студенты, конечно, это понимают. И это, конечно, сбор фондов помогает этому очень сильно, это увеличивает количество качественных студентов. Я вам расскажу немножко о том, кто я и чем мы занимаемся, моя организация. Мы работаем с 60-х годов, с этого времени. Ну, это, в общем-то, не беспрецедентный уровень стабильности. У нас порядка около 2 миллионов посетителей нашего сайта, порядка 73 минут мы отводим для того, чтобы изучить наши контенты. И у нас, понятно, 70 журналистов работают на нас. То есть у нас очень большая организация, больше, чем, например, некоторые британские национальные газеты, больше, чем вообще газеты, некоторые печатные издания по всему миру. И причина заключается в том, что мы такие большие, потому что высшее образование, как отрасль, это очень-очень важная отрасль. И поэтому так мы развиваемся. Газеты по всему миру говорят об этом, и мы обеспечиваем международное информационное покрытие для таких газет, как «Нью-Йорк Таймс». И это опять-таки говорит еще раз о том, какой важности, важность придают вопросам высшего образования в среде массовой информации. Региональные брендированные, ну, Германия, Германия, Германия все знают о том, что в Германии хорошая система высшего образования. Но, тем не менее, они продвигают себя, они тратят огромное количество денег, не только вместе с нами, но и на широчайшей кампании для того, чтобы подчеркнуть важность Германию как страну идей. Эта работа началась в Бергсе, это очень интересная идея, она… Вот, посмотрите, вот такой замечательный романтический лес здесь, и вот на такой картинке, и, конечно же, все развитие идет здесь в академическом контексте в таком. Ну, красивая реклама, посмотрите на картинку на эту. И точно так же, как и в Уэллс, я работаю и с Китаем, и с Таиландом, и с Австралией. И это страны, которые должны доказать себя. И Уэллс, он в такой тени Соединенного Королевства находится, они хотят создать свою собственную идентичность. И они делают это, например, таким же образом, как и остальные. Посмотрите на некоторые университеты, и я потом вернусь, опять же, к национальным университетам. Бостонский университет, у них большая проблема, у них порядка 150 университетов в очень небольшом географическом таком месте находятся. Они полностью, они, рынок перенасыщен, а они решили, что они должны создать компанию, такой компания осведомленности, для того, чтобы создать определенные свои специфические отличия. Но тогда 150 университет у вас есть, то, конечно, говорят, что да, конечно же, они очень похожи, эти университеты все. То есть, как же сделать себя, выделиться из этого. Им необходимо повлиять на рейтинги, они должны повлиять на процесс наема преподавателя. Они создали вот такую компанию, организовали, которая говорится о людях. Люди, которые работают в Бостонском университете, они используют людей как основной орган, основное для всего университета. Вот, смотри, человек, история того, как один человек там боролся с раком, вот здесь вот справа, а слева того, каким образом, ну, совершенно различные процессы связаны между собой. Это все делается того, чтобы рассказать личные истории о конкретных людях. И это, конечно же, личные истории конкретного человека делают университет гораздо более привлекательным для приглашений. Бостон в топе рейтингов, он с 53-го дошел до 42-го рейтинга. Ну, это уже достаточно высокий рейтинг. И это очень успешная компания, которой они занимались. Они с нами работали уже примерно два года, и у них есть очень успешная компания, которая сейчас продолжается. В инвестиции Трайса сделал нечто подобное, рассматривая индивидуальную историю успеха в области исследования. Они тоже самое, узнаваемость брендов таким образом свою повесили, это университет очень хороший. Я не думаю, что реклама какая-то нужна, однако они с 72-го до 69-го рейтинга дошли при помощи таких успешных компаний продвижения себя. Университет Ли Хай, я вообще о нем никогда не слышал, до того, как они начали с нами работать. Ну, это постыдный такой комментарий с моей стороны, но... Однако это так, я никогда не слышал о нем. И они в 2011 году, они были вообще не существовали, о них никакой информации не было. Они очень агрессивны, активны. Президент у них, университет, который сказал, ага, мы хотим стать кем-то, что ты себя представляешь. И мы должны работать с рейтингами, и будем это делать через качественное преподавание, через хорошее исследование. И через, конечно же, осведомленность о нашем бренде, как университета. И очень важный момент был важен для них. Вы можете иметь хороших преподавателей, вы можете иметь отличных исследователей. Но если вы не людям, не говорите о том, что происходит, то 40% это же репутация. 40%! И, да, преподаватели по всему миру откликнулись на вот такого исследования. Слышали вы об этом университете? Если слышали, то что вы слышали об этом университете? Поэтому Ли Хай сказал о том, что вот каким образом мы можем изменить мир. И посмотрите на микрофинансирование в странах, развивающиеся мир, на ожирение среди детей, на исследование в области культуры хип-хоп. Там язык, который они используют. Совершенно разные программы. Ли Хай прошел без рейтингового статуса до 386 места. И они очень быстро поднимаются вверх по этому рейтингу. Я надеюсь, что они в следующие два года дойдут до 200-го рейтинга. Университеты по всему миру также занимаются такими вопросами, как, например, добавочные какие-то программы издают свои собственные журналы. Это порядка до 46 страниц. Вот, например, Монаш журнал. Это каждый различный выпуск, который, приложения различные выпускают. И Монаш – это очень такой активный, агрессивный университет, который очень сильно заботится о своем рейтинге. Они прошли со 178-го в 2011 году до 83-го. Это сильнейший прорыв, ну, почти на 100 единиц в рейтинге. И вы видите, что реклама не обязательно должна быть. Вот, как картинками. Можно рассказывать истории о себе, о ваших инициативах, о том, насколько вы особенные. Чем вы выделяетесь? И подчеркивать свои шпесные стороны. Большое количество людей, для них маркетинг – это означает что-то такое поддельное, нечестное, создание какого-то образа, который не всегда соответствует действительности. И лучший маркетинг, вообще говоря, это тогда, когда вы что-то говорите, что это полная правда. И вы рассказываете об этом? Университет Коннектик, у них большая проблема была. Проблема была, касался наема преподавателей. Они хотели увеличить процент хороших преподавателей, и они хотели увеличить общее количество преподавателей. И за счет этого уйти в рейтинге по американской системе tenure hiring. И они провели очень хорошую кампанию, которая называлась Unleash. И каждый преподатель говорил свою историю о преподавателях, о каждом преподавателе. То есть они взяли самые сильные стороны своего университета, а это исследователи и преподаватели. И вы рассказали открыто об этих историях, и это оказалось очень хорошим таким точкой продажи репутации университета. Они, то есть раскрепостите свою карьеру, свое вдохновение, раскрепостите свой потенциал, свою судьбу. Вот такие вот рекламы, это очень хорошо сработали. Если вы посмотрите ближе, каждая фотография сделана из фотографий каждого. Видите, они такими, как маленькими мозаиками сделаны, и каждая фотография сделана из маленьких фотографий всех преподавателей. Это очень интересная программа. Присоединяйтесь к нам, они говорили. Пожалуйста, приходите к нам, мы вам дадим возможность раскрепостить свою карьеру, снять ограничения с вашего карьерного роста. Это был очень-очень мощный месседж такой. И, возвращаясь к результатам этого, они увеличили процент преподателей-студентов до того, какого они хотели. Они дошли до показателей, даже превысили свои показатели, которые они показывали. У них было 4000 кандидатов в 2014 году, абитуриентов. И, опять-таки, они прошли с отсутствия любого какого-либо рейкинга до 382-го. И это, опять же, основная цель, которая ничего не имеет какого-то отношения к рейтингам, но в конечный результат имеет огромное влияние на рейтинги. Это не так много занимает, как вам кажется, но у вас должны быть преподаватели, которые сфокусированы, сконцентрированы на кампусе, готовы работать реально по вопросам создания бренда для того, чтобы улучшить восприятие университета. Стэнфорд. А они рекламируют все то, что только можно у своих у нас. Это университет, казалось бы, который третьим является в мире. Ну, казалось бы, ну не надо вам никакой рекламы уже, и так все хорошо. Надо, обязательно надо, потому что для того, чтобы оставаться там, вы должны делать то же самое, в таком же объеме, как для того, чтобы добраться до рейтинга. Как оставаться там. Эта работа очень тяжелая, даже иногда более тяжелая, потому что терять свои позиции, это гораздо хуже, когда вы находитесь уже наверху. Если вы можете вообще в катастрофическую мертвую петлю сделать, если вы что провойте, если вы этим не занимаетесь, упасть очень низко. Вы должны очень-очень хорошо работать для того, чтобы оставаться в высоком рейтинге. Вы должны поддерживать свой рейтинг в обязательном порядке, даже очень высокий. Университет Белфаста, мы очень нечто близкое сделали, должны были увеличить свой приводовательский состав. Они провели несколько кампаний, говоря о том, что ясное мышление – это самое лучшее решение для всего. Вот такой слоган они вынесли, который написан на слайде. Эта кампания была достаточно простой, но она была очень эффективной. Они смогли выполнить гораздо больше задач, чем планировали посредством достаточно традиционных подходов. Они рекламировали себя каждую неделю, продвигали на протяжении трех месяцев. Вот такого рода рекламные кампании проводили. И мне кажется, что, возвращаясь к национальной репутации, есть очень хорошие вещи, касающиеся российского образования, совершенно потрясающие. У вас потрясающие истории, литературы, науки, исследования. И это очень хорошая система высшего образования как таковая. Она очень разнообразная, разветвленная, дифференцированная, касающаяся качества, имеющаяся различных учебных заведений в своем составе. И у вас есть амбиции. И это просто потрясающе, чтобы смотреть на это со стороны. И мне кажется, что если вы можете эффективно брендировать и продвигать нацию, то институты подтянутся очень быстро. Если вы можете продвигать, и в этом случае вы можете гораздо более эффективно работать над каждым университетом, каждым институтом, вы должны подумать о двухфазовом подходе таком. И первое – это брендирование России, а второе – это брендирование вашего университета. Брендинг – это увеличивает то, каким образом вы чувствуете, как все чувствуют по поводу России, по поводу ее института, учебных заведений. Это очень мощная система. И ключ заключается в том, чтобы стать таким поэтом, странственным поэтом, который бы рассказывал о вашей стране, вашем университете. Я надеюсь, что то, что я вам сказал, помогло вам понять. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Понятно. Спасибо.